В Славянском районе продолжаются работы по ликвидации последствий аномального снегопада. Кроме неудобства водителям и пешеходам, стихия нанесла серьезный урон крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам, побредив теплицы и сады. У многих славянцев пострадали навесы и крыши жилых домов. Именно так и случилось у жителей станицы Петровской. Их видеообращение с просьбой о помощи было вчера опубликовано в социальных сетях района. На заседании оперативного штаба района по ликвидации последствий снегопада было принято решение оказать людям всю возможную помощь. Обрушение крыши в доме по улице Первомайской станицы Петровской произошло днем 24 января. Старая кровля, здание было построено в 1979 году, не выдержав большого количества снега, обвалилась. В доме сегодня живут четыре семьи, которые являются собственниками квартир. За помощью в восстановлении крыши они обратились к главе района Роману Синеговскому. Несмотря на то, что это частная собственность и в рамках действующего законодательства муниципалитет не может выделить средства на ремонт данного домовладения, было принято решение оказать жильцам всю возможную помощь. По поручению главы района к жителям сразу же на место выехали комиссии администрации района и Петровского сельского поселения для оценки нанесенного ущерба. К нам приезжало две комиссии, одна комиссия местного самоуправления, другая комиссия с района, в принципе они быстро отреагировали. Но проблема заключается в том, что наш дом, нет у него управляющей компании, и нету, все жильцы дома являются собственниками своих квартир. По итогам выезда комиссии были составлены два акта. В актах указано о том, что дом является аварийным, и рекомендовано съехать жильцам дома, подключить газ, выключить отопление, обесточить дома и выехать из квартир. Чтобы помочь людям, был оборудован пункт временного размещения со всем необходимым для жизни и организованным питанием. Но три семьи написали письменный отказ от переезда. Одна семья переехала жить к родственникам. Что касается ремонта кровли, то пострадавшим будет оказана материальная помощь. Ее размер определит Координационный совет. А также администрация района и поселения помогут со стройматериалами, транспортом и рабочей силой в случае необходимости. Сегодня в очередной раз состоялось совещание по вопросу ремонта кровли. В рамках законодательства мы можем оказать помощь силами поселения. Это материальная помощь, помощь транспортом, помощь тем, что специалистов поселения даст, для того чтобы помогали подносить строительные материалы. Глава поселения и глава района Роман Иванович Сенеговский всячески будут оказывать поддержку в материалах на кровлю, в чем, чтобы договориться с предприятиями, например, по рассрочке по оплате, чтобы эти материалы скорейшим образом были доставлены сюда, на саму стройку. Кроме того, у нас есть управление строительства, которое может оказать техническую помощь, что необходимо в самом производстве работ, в технологии, чтобы это все было правильно устроено. Чтобы решить проблему, сейчас в первую очередь необходимо очистить крышу от снега, сделать временное покрытие, а затем уже заниматься поиском стройматериалов и ремонтом. К большому сожалению, в полномочиях в правовом поле, в наших полномочиях нет восстановления и ремонта крыш на домах частного сектора. Поэтому мы готовы, соответственно, во взаимодействии с вами, готовы восстанавливать крышу. Помощь уже завтра будет материальная, соответственно, если необходимо, техническая. Завтра будем леса уже везти сюда. Но надо вместе, браться вместе и собственниками, и нам. И чем быстрее, тем лучше эту работу делать. Со своей стороны, мы готовы участвовать в восстановлении крыши. Собственники квартир уже сегодня решили заняться очисткой крыши от снега, а в дальнейшем приступить к ее восстановлению. Многое, конечно, зависит от них самих. Как только они начнут действовать, администрация окажет всю необходимую им помощь. Уже начало продвигаться все. Сказали, что нам помогут с лесами. Начнут лес счищать снег. Завтра начнут привозить лес, чтобы что-то делать. Ну, конечно, мы довольны. Нас услышали. И да, нам теперь стало легче думать о том, что нам все-таки помогут. По прогнозам синоптиков, теплой погоды в ближайшие дни ждать не стоит. А вот дожди и снег очень даже возможны. Поэтому, чтобы не попасть в такую трагичную ситуацию, как жители станицы Петровской, всем славянцам необходимо самим побеспокоиться о сохранности своего имущества и очистить крыши и навесы от снега. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».